Алюминиевая продукция, работа ремесленников, текстиль и, конечно, овощи и фрукты. На этой международной ярмарке можно найти практически все, что производится и выращивается в Сахдийской области. Сегодня, конечно, присутствуя на выставке, мы более заинтересованы в поставках сельхозпродукции в Российскую Федерацию. Выхлоп, прошу прощения за выражение, будет неплохой. Уже идут поставки абрикоса. Основные надежды организаторы ярмарки, конечно, возлагали на сельскохозяйственную продукцию поставки в Россию, которая сегодня, по их словам, испытывает серьезную нехватку овощей и фруктов из-за санкций. Прогнозы оправдались. Все договоры в рамках ярмарки заключены между аграриями и российскими поставщиками. Дихкани за два дня продали более 60 тысяч тонн продукции. Позже каждого стенда есть вот такие вот буклеты с подробной информацией. Здесь есть наименование культуры, овощей и фруктов, площади посева, прогнозы на урожай, также фамилии, имена и наименование организаций, которые экспортируют эти вещи, и контактные телефоны. То есть, если вам понравилась, скажем, вот эта вот капуста, можно позвонить по номеру телефона, узнать точные объемы и сделать заказ. Более половины заключенных договоров касаются поставок свежего и сушеного абрикоса. В некоторых районах области три четверти земель заняты абрикосовыми садами, и он является основной статьей доходов жителей сельской местности. У нас в городе 6600 гектаров абрикосовых садов. Мы готовы поставить сухофрукты, если будет запрос, где-то около 2000 тонн. Те, кто занимается производством, не связанным с сельским хозяйством, от международной ярмарки многого не ожидали. Например, производители ковров говорят, что из-за финансового кризиса интерес к ним от российских компаний сошел на нет, и прекращены практически все отношения. Мы осуществляли экспортные операции два года назад, и в прошлом году, и в этом году работали в направлении России и Киргизии, но, к сожалению, потенциал этих рынков резко снизился. Несмотря на довольно значительные объемы продаж, для Дихкан-Согда они всего лишь капля в море. В области 15 районов, и большинство из них выращивают фруктов и овощей больше, чем было продано в эти дни. Но участники ярмарки считают, что, несмотря ни на что, это хорошие показатели. Крупные международные компании теперь знают, что можно купить и как выйти на производителей напрямую. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.